Здравствуйте, дорогие друзья! Начинается образовательный час сцены Междуречья. Добрая традиция. Уже четвертое мероприятие в этом формате мы проводим на нынешнем фестивале. И сегодняшний гость нашего образовательного часа – поэт, прозаик, эссеист Андрей Анпилов. Большой специалист в теории поэзии, в теории авторской песни. Очень хочется поговорить о том, что же такое современная поэзия, применительно, опять же, к жанру авторской песни, потому что нас это больше всего волнует, наверное, здесь и сейчас. Я бы очень была рада, если бы вы присоединились к нам, подсели, может быть, поближе, насколько это позволяет «Солнце и тень», позадавали бы вопросы. Мы будем разговаривать здесь неспешно, до четырех часов, пока не начнется концертная программа сцены Междуречья. Будем разговаривать, будем, может быть, что-то петь и читать, поэтому присоединяйтесь. Еще раз напоминаю, образовательный час беседы с автором Андреем Анпилов и общая тема, которую мы заявили для нашей сегодняшней беседы – поэзия между ремеслом и искусством. Да, здравствуйте, дорогие. Дорогая команда сцены Междуречья, вы можете тоже подтягиваться, потому что здесь достаточно просторно, мы будем рады всех видеть. Ну что, тогда мы начнем. Первый мой вопрос, он продиктован вчерашней встречей с Александром Щербиной, который здесь был, посвящен он был графомании. Когда человек начинает писать, он делает это интуитивно. Он опирается, с одной стороны, на какие-то свои внутренние позывы, эмоциональные, интеллектуальные, с другой стороны, на какую-то своеобразно понимаемую им традицию. Но делает, по большому счету, это не совсем понимая механику того, что он делает, как создается стих, как появляется текст. И в какой момент мы можем говорить о том, что человек начинает писать мастерски? Что отличает мастера поэтического слова от графомана более или менее талантливого? Это вопрос призвания, вообще-то говоря. То есть, например, я уже забыл, Шкловский или кто-то говорил. К сожалению, все ранние стихотворения Лермонтова сохранились. То есть, он подражал всему, чему только можно. Молодой человек, 12-15 лет. И хотя в 16 лет уже были гениальные, конечно, стихи. То есть, сначала это некая проба голоса. Проба голоса. То есть, и присоединение вообще к традиции какой-то. То есть, вот тебе очень нравится, как писал Пушкин там или так далее. А потом, если это твое призвание, это как горб. Ты хочешь или не хочешь, но ты будешь это делать. Там, по-моему, у Катаева было воспоминание. Катаев был способный человек. Он мог писать окна роста, детские стихи. И пытался Хлебникова в это дело... Ну, как бы, чтобы тот заработал. Вовлечь. Вовлечь, да. Но вот, Хлебников ничего не умел, кроме как писать стихи Хлебникова. У меня есть такой же товарищ, великий бард-поэт Владимир Бережков, которому чего только не дашь, он сделает это, ну, более-менее, бог знает как. Но стихи и песни Бережкова он пишет гениально. А вот способностей, как бы, сделать то и то и то, и в каком-то смысле, это главный такой камертон, да. Но, например, Маршак говорил Валентину Берестову, у нас с вами один и тот же недостаток. Мы мало того, что талантливы, мы еще и способные люди. То есть можно переводить, можно писать детские стихи, можно тексты песен и так далее. И все получается замечательно. Но это отвлекает, руку отвлекает. А вот когда человеку, поэту, дан краткий срок, ну, от бога, да, вот живет он 30-37 лет. То есть вы фаталист в этом отношении? Это дар, это поручение, это как горб. То есть вот Казанцева, допустим, она могла... Вообще вот все вот мы, когда выступали еще, в нашу гавань заходили корабли, Берестов говорил, Успенский все сможет сделать. Надо ее волочь в Москву. Она тогда не была замужем. Надо ее перевезти, дать квартиру. Потому что вот на песнях Казанцевой, наша, как бы вот как на фильмах Чаплина, да, взошла Америка в 30-х годах во время депрессии. Вот сейчас, в 90-х годах, это очень полезная вещь обязательно, да. Ну вот. И вот Лена Казанцева, да, например, она абсолютный хлебников в этом смысле. То есть ей можно, конечно, дать что-то такое. Она напишет, скорее всего. То есть, например, музыку, спектаклю какой-нибудь, да, или кинофильм, что-то вот такое. Прикладное, чисто ремесленное, да. Но самое главное, вот это вот поручение от Бога. Вот это вот что тебе положено. Такое интересное разграничение, необычное, для, в общем-то, словаупотребления, когда вы противопоставляете таланты и способности. Обычно это воспринимается как синонимы. Талантливый человек, способный человек. Если вы видите текст, можете ли вы по этому тексту сказать, что этот текст написан скорее талантливым человеком или скорее способным? Конечно. А по каким признакам? Вы можете как-то проиллюстрировать? Конечно. Значит, я... Ну, что значит я? Я много... Я со многим был знаком, поэтому это не мои, как бы, идеи. Это... Вообще так оно и есть. То есть поэт – это тот, кому вручено два дара. Один дар – это способность художественному слову. То есть, в принципе, он чувствует вот эту речь. Навык, по сути, вот это, да? Навык, дар и так далее. Слух языковой. Да. То есть, саму плоть, саму плоть языка. И второе – это тот дар, который дан любому растению. Это превращать углекислоту в кислород. То есть, это вырабатывание духовного кислорода, озона, тем, чем можно дышать. То есть, ты встречаешь, когда настоящее стихотворение, настоящую песню, ты до этого не мог как будто дышать, ты не понимал вот этого смысла своего существования. Ты, у тебя планы есть на жизнь, но зачем это, ты не понимаешь. И вдруг ты встречаешься вот с этим стихотворением и песней, и выходишь из нее с кислородом внутри. Это вот самое важное, что… Причем, мастерство недостаточное, допустим, да? Вот, можно извинить. Но вторую вещь – ее заменить нечем. Заменить нечем. Вот есть несколько моих любимых поэтов, которых можно назвать графоманами. Борис Щебабин, его Межеров, у него же стихи были. Там поэт Межеров меня назвал гениальным графоманом, да? И, безусловно, Вениамин Азенштадт из Минска, блаженный. На его стихи очень много написано песен. И Леной Фроловой. Я с ними встречался, да? Ну вот. Он писал каждый день там по 3-4 стихотворения. Но… Это какая-то одержимость прямо получается. Да, да. То есть они этим дышали. Не каждое стихотворение было художественно совершенным. Но каждый раз они пытались брать такой Эверест, на который профессионал просто, ну… Даже не пытается, он не понимает, о чем речь. То есть у обоих и Лена Шварц такая была. Но Лена Шварц – это петербургский поэт. Я составил ее книгу, выпустил посмертную. Семь статей напечатал. У нее брака меньше, конечно. Но вообще вот эта графомания, она входит в саму сущность поэта настоящего. Единственный, по-моему, поэт, у которого нету проходных стихов – это Пушкин. Вот даже лицейские стихи, в отличие от Лермонтов, типичный графоман. А у Пушкина нет. Его можно насквозь читать. Он сразу был Пушкиным. Удивительно, да? А можете ли вы привести примеры тех стихотворений, после которых у вас у самого внутри появился вот этот вот кислород? И какое-то новое понимание своей собственной жизни, может быть? Ну, я почитаю. Например, вот… А вот так вот. Молиться своими словами Хотя бы иногда, иногда На улице, в воздухе, в яме Подземной, куда поезда Увозят вагоны, вагоны Айфоны, страницы статей И в сумерках словно иконы Качаются лица людей Молиться, оплакивать, славить Вышептывать, хоть на вершок Расплавиться Богом, проплавить Чуть ужаса тихий мешок На самую малую долю Как мальчик, который забыт И найден Наплакавшись в волю За полу отца теребит Я хочу сейчас… Вот я вот говорил о Чичебабине, да? О Блаженном Я им хочу посвящение прочесть Так А почему вы называете его Блаженным? Это ваше название? Нет, это его псевдоним литературный А, это псевдоним Ни в коем случае Вот память о Борисе Чичебабине Святое место Он создан был из вещества Библейского пророка Из нищеты, из торжества страдания Из слога, державина, сковороды Он той же самой был руды Как бы он молнией внутри Из вилистого дуба Застрявший был Ей, Бог, замри Скомандовал сугубо Тому назад семнадцать лет Заметил это Рейн, поэт Навек поверив в правоту Гражданскую по сути Добро и пользу, красоту В одном он нес сосуде Меня же грозно обличал он В измене пушкинским началом Колючки дыбились бровей От гневных чувств избытка Не понимаю, вам, Андрей, зачем это? Улыбка противоречила словам Про мой кромешный стыд и срам Где трубный голос Где стихи без меры и без вкуса Где чудный гений От цахи Привычурная муза Гражданство нежного Где братство Где правда без лицеприятства Чадят под муромом леса Объемлет смрад отчизну В чужбине воя вроде пса Один справляют ризну Уже ли пойдет вновь брат на брата Доселе пусто Место свято За какие же такие грехи Он обвинял вас в измене Пушкинским началом? Сейчас скажу У меня в 93-м году Вышла книжка Проза Первая книжка, которая у меня вышла Это проза Письмо счастья И написал я ее в начале 90-х И напечатал я ее Немножко в стиле Как бы Венщики Рафеева В общем Мат я весь напечатал То есть Она из чего Как бы Стартовала эта книжка Там первая моя проза Была тогда Такая Значит Первая фраза Просто первая моя фроза Она была такая Когда мне было 7 лет Я спросил свою старшую сестру А я знаю Зачем ты женилась Зачем удивилась сестра А чтобы Е На это слово Да Я действительно Это сказал Но И мне казалось Что так как это Сказал мальчик Да 7 лет Который не знает Что это Матерное слово Что это становится чисто Это просто Вот как бы язык Но я промахнулся Потому что Надо было это Один раз оставить А они были чуть больше И вот Чичебабину Это очень не нравилось Он Ну действительно Хорошо ко мне относился Как к поэту Да Вот А вот прозу Он меня так вот Тогда поймал И убеждал Не надо Вот Пушкин же Это не делал Что правда У него это Как бы В письмах было Ну После этого Я действительно Ни одного слова Никогда Ну Сейчас мы говорим По сути О первом даре О том Что вы называете Способностью То есть Вот этот вот Языковой слух Языковое чутье Вкус Литературный Который Воспитывается Формируется Который можно развивать Имеет ли смысл Вообще Анализировать Божественную природу стиха Говорить о ней Я все понял Значит Было какое-то интервью О Куджаве Там это И его спрашивают Самую простую вещь А вот Как вы думаете Там Вот Вот перевод И он все время говорил Так это Знаете Это тайна Это тайна Он Который Профессиональный Был переводчик И как раз Очень способный Человек Ему там Для фильма Вот здесь Вот нужен романс Там это Соломиная шляпка Да И он Прекрасно Это умел делать То есть он знал Что такое ремесло Значит Я полагаю так То что Может быть Понято То что Вот загадка Да У него И у которой Есть разгадка Об этом Как раз Можно писать Статьи Можно говорить Вот как я сейчас Там это Треплюсь Да Вот Это Ну вот Смотришь на человека Да И тебе Очень нравится Какие у него брови Да И вот Как художник Да Он же рисует Все это Он понимает Он разговаривает То что Возможно Быть понято Оно Обязано Быть Это как бы Как книга Должна быть Прочитана То есть переведено На язык пропорций Да Культурных норм Да Традиций А то что есть тайна Вот к этому Прикасаться нельзя И на самом деле Вот мы с Сашей Левиным Как-то говорили Он говорит Все В искусстве Понятно Кроме одной вещи Откуда это приходит И куда это потом пропадает То есть вот Ну я вот сейчас Пример просто приведу У Александра Пушкина Есть Ну все знают Стихотворение Я вас любил Любовь еще быть может Оно все написано Пушкиным Кроме последней строки Как дай вам Бог Любимый быть другим Эту строчку написал ангел Пушкин по своей человеческой природе По своей судьбе К этому был не способен Африканец Ревнивый Все время Очень чувствительный К чести Да Ну вот И тут Такая свобода Ангельская Бестелесная То есть Такая вот Глубоко Христианская Любовь К человеку Он ее Отпускает И Говорит Как дай вам Бог Чтобы Это Человек Написать Пушкин Да Как человек Не мог Это его Ангел Толкнул под локоть И Я думаю Что Вот эти вот Строчки И эти чувства Это единственное Оправдание Того Чем мы вообще Занимаемся Единственное Оправдание То что делаешь Не сам Это всегда Чувствуется Вот Это вот Поразительная Какая-то вот Вещь Когда Антропологический Тебе вот Поэт Да Художник Задает Другой формат Таким Каким ты был Задуман Каким Какой я есть Я уже знаю Мы уже все Сами себе Надоели Мы уже понимаем Там Ну вот Столько там Общитано А тут Как будто Ты бессмертен И ты Любишь Не желая Взаимности Вот Это вот Великие чувства Которые там Прощать врагов Да Говорит Ударили по щеке Поставь другую щеку Это Не Человеческие Человек на это Не способен Но это Единственное Оправдание Его К этому Стремиться И Поэзия Иногда В лучших Своих Проявлениях Это может Это Ее Оправдание Мне кажется Очень Очень Многие Авторы Мне приходилось Встречаться С такой Позиция Поскольку Живу я тоже Достаточно Много лет В культуре Авторской Песни И поэтому Концентрация Авторов В моей жизни Выше Чем у Среднестатистического Человека Так вот Многие авторы Не Правят Свои стихи Они вот Настолько Доверяют Вот этому Божественному Внушению Вот этой Вот Художественному Художественному Своему Наитию Они Не способны Относиться Критически И принципиально Не хотят Критически Относиться К своим Текстам Потому что Вот Как написалось Так написалось Ну вот Как Боженька Мне нашептал Вот Так оно и должно Быть Я не буду Это править Как Вы Относитесь К этому Я думаю Что То что Позволено Юпитеру То есть Вяземский Прислал Стихи Пушкину К мнимой Красавице Ну вот И Пушкин Ему в письме Ответил Говорит Твои стихи Слишком умны А поэзия Должна быть Глуповата Он во-первых В контексте Это говорил Вяземского Потому что У Вяземского Было выражение Ни крупицы Звука Не пожертву Ни крупицы Смысла Не пожертву Звуком Он жертвовал Звуком Он жертвовал Поэзию Пушкин Вяземский Вяземский Да Вот Он Главное было Для Вяземского Донести мысль А это было Пушкину Противопоказанное То есть Он шел За пером За песней Он на самом деле Болтал И пел Вот что такое Пушкин Вот Это болтовня Ну так Вот если Виталия Калашникова В куб Возвести В третью Степень Это вот Примерно Пушкин То есть Мы с этим Веществом Всегда встречались Вот Вот И Кому-то Да Надо Править Стихи Ну Просто Критик Он утром Лютый Лютует Пишут Обычно По ночам Поэты А Править Нужно Утром Потому что Вот И кстати говоря Этот самый Толстой Про Достоевского Говорил Что тот Грешил Против своего Таланта Потому что Писал ночью Но он писал Не потому что У него вдохновение Было ночью У него мало Времени было Он постоянно В долгах Был Потому что Утренний Но это уже Технические вещи Это технические вещи То есть Поэтия должна быть Глуповато Я абсолютно С этим согласен Но автор Должен быть Очень умен То есть Потому что Пишет Не человек А пишет Тот поэт Тот дар Который И должен Писать Которому Дано Это поручение А можем ли мы Говорить о том Что когда Пишет дар Пишет наш Внутренний поэт Это факт искусства А когда мы Начинаем Относиться К этому критически Это уже Факт ремесла Я уже говорил То что Может быть Понято О чем Вот допустим Стихотворение В творениях Есть цитаты Да Ну и вообще Там в прозе То есть Мы обращаемся К памяти Ага Это значит То Значит Это вот О чем он говорит И так далее Вот Это должно быть Отрефлектировано Уже при чтении А критикам А критикам Тем более Но Это Доходит До Вот этой Вот ступени И дальше Если это Настоящее Произведение Ты Становишься Просто На хотя бы Какое-то время Другим Человеком Лучшим Лучшим Собой Это к тебе Обращенная Речь То есть Вот Есть такое Выражение По-моему Восточных Что Если человек Говорит Другому Я тебя люблю Он говорит Ты никогда Не умрешь Он Дарит ему Дает Бессмертие То есть Вот Эта вот Фраза Да Она Человека Избавляет От Времени Она Дает Ему Вечность И Единственное Говорю Оправдание Вот Поэзия Вообще Художество Вот именно Это То есть Ты Читаешь Стихотворение Да И вдруг Тебе сказали Ты никогда Не умрешь Я тебя Люблю Мне кажется Что Это единственный Ну Просто Смысл Если Он По очищаяни Все Таки Чуть Чуть Хотя Бывает В песенках В стихах Очень Хочется Вас попросить Что-нибудь Прочитать Или спеть Содержащие Вот Вот этот Вот Самый Уж Не знаю Посыл Да Что Уж Я Содержат Так У вас Здесь Только Ваши Собственные Я так понимаю Тексты Да Это Это Все Мое Так А вот Кстати говоря Стихотворение Недавнее Сделать доброе Не сказать Никому Отойти К обочине Самому Далеко В обе стороны Течет Дорога Заперев Уста Брось За куст Ключи Чего Спросят Кто Усмехнись Смолчи Безымянно Песня Пусть Славит Бога Милость Сотворил Дыши Не мелькай Отвернись Сама Говорит Пускай Чистым Голосом Прямиком В небо Не бери Спасибо Оставь Впрок Как в избе Таежной За Спаси Бог Спички Соль Лучину Сухарь Хлеба Вот Кстати говоря Вот Посвящение Бэли Ахмадулиной Был один Новый год И мы просто Проговорили Всю ночь О чем Говорили Бог его знает То есть Я про свою Тетю Нюру Говорил У нее был дом В деревне Она там Про какую-то Свою Аню Про своих бабушек То есть Мы не о стихах Говорили И вот Кстати говоря Вот В Бэли Ахатовне Это было Высочайшей степени То есть Чувство Художественного Дара Который Просто словесный Был дан Но главный Ее дар Был Не словесный А духовный Вот как это Как слово Вот в очереди Она стоит Как слово И слово На их И моем языке То есть Она Больше всего Любила И сочувствовала Незаметным Людям Вот называется Ночь Немайская ночь Новогодняя ночь Но пахнет Черемухой Хвоя Точь В точь Зачем Почему Снегопад За окном Окажется Свежесть Наполнила Дом Речная И долгий Такой Разговор Зашел И не Кончился Он до сих пор Про Нюру Матрену Картошку В золе О кротостемалых На скудной земле Про сердце Терпенье Чтоб жизнь Перемочь О чистом Крыле Освещающем Ночь Не рай Но страдание Грозный Черток И прост Был И ясен Серебряный Слог Я знаю В какой Приведет Меня Рим Дорога Где мы до сих пор Говорим Где новых Созвездий Плывут корабли И пахнет Черемухой С дальней земли У меня возникает ощущение Что какие-то значимые Важные моменты В своей жизни Вы как хроникер Оставляете В стихе Вы это делаете Сознательно? Каким образом Это происходит? Это Вот дар Вдохновение Я просто Абсолютно Что-то Вот забыл Вот что-то В армии Там было Да Или там В детстве Или там Не знаю Позавчера Или 30 лет назад И Оно приходит И стучится Вот как вот Гость В дверь Скажи про меня Скажи Вспомни Не дай Это вот Уход От забвения То есть Как будто Вот Это Встреча Этот человек Это чувство События Оно хочет Быть спасено И я что Могу Пытаюсь Можно я прочитываю Вот Воздух Драгоценный Живой Почему ты Везде Почему бы Иконкой Не быть На гвозде Твое Тело Обдавали Обладкую В рот Ныне Дети Вкушаем Святой Кислород И Ведь Нету У жизни Земной Таких Мест Где По средам И Пятницам Пост Где бы Кто-нибудь В воздух Спасаясь Не ест Пропитаясь Мерцанием Звезд Хоть Чуток Хоть Глоток Но Былинки Любой И Кого Приступ Астмы Ведет На убой Ты Отец Причащаешь С собой Я Дыхание Всякое Ославить Тебя Как Не знаю Лишь Вздох На морозе Клубя Улыбаюсь Как Господа Много Вокруг И Внутри И Везде От Него Никуда Как Вкрещение Из Кранов Святая Вода Как Дары Проницающий Дух Да, конечно У нас есть Вопросы Можете Подойти Да Перепрыгнуть Все делаете Как хотите Прекрасно Меня зовут Мария Я представительница Молодой Поэтической Организации Из Казахстана Спасибо Очень Привет Мне очень важно Знать ваше мнение Я не знаю Как в России Это все Но у нас В Казахстане Есть жесткая Грань Между Поэтами Из Союза Писателей И Ребятами Которые Пишут В стол Ребята Которые Выступают Просто В каких-то Барах В каких-то Клубах То есть Вот эта Граница Она Очень четко Обозначена И ни те Правильно ли это Или поэты должны общаться Вне зависимости от того Откуда они вышли Вне зависимости А как помочь То есть Я вот так вам скажу Во-первых Мы начинали Вот я Ну допустим В 70-х годах Так как В стихах Было либо Антисовещина Какая-нибудь Либо Слово Ангел Бог И так далее Клирикализм Да Это было невозможно То есть Это было Как бы Совершенно Постороннее От союза писателя От всего Официального Существования Культуры Да Вот И Все равно Все получилось Все равно Все получилось Сейчас Есть Электронная Сеть И Мы знаем Прекрасно Вот Например У меня не было Этого пути У меня сначала Вышли книжки И публикации А потом Я стал В социальных блоках Там В фейсбуке Там Лавджорнале Там вести Как записную книжку Печатать А есть Помоложе люди Вот например Александр Кабанов Да Из Петербурга Который действительно Реально Начал там Где-то лет 15 Там Из Поэзии Ру Там На стихире Вот И стал Он сейчас Там Начальник Фестиваля Там У него Есть Журнал Шо Замечательный Как говорится Другое дело Что-то мне там Больше нравится Что-то Миша Это не важно Но он прошел Вот ровно Вот это То есть На самом деле Ничего Кроме таланта Нету Не важно Потому что Это и есть Самая вот Драгоценная вещь Так же как Поэзия не имеет Возраста То есть Может вот Старичок Вроде меня Писать стихи А может там 15-летний человек Вдруг Как Лермонтов Да Написать Вот Вдруг Дениально Нет Просто Ей богу Это Сначала вроде Мучает Вроде там У них Журналы Хочется признания Как вот Быть признанием Где его искать Даже не признание То есть У ребят Которые пишут В андеграунде У них Аудитория В интернете У ребят Которые пишут В союзах писателей У них Совершенно Другая аудитория И проблема В том Что они Друг друга Не признают За поэтов Одни других А те нас То есть Но это понты Да На самом деле В союзах писателей Там Три поэта Допустим Да Писатели И в андеграунде Там их не 50 Там 150 человек А один-два И они в конце концов Найдут Друг друга То есть Грубо говоря Вот Например Чухонцев Там Да Или Ахмадулина Они печатались При советской власти Выходили книжки Да вот А у Блаженного Или У Лены Шварц Или У Чищебабина Не выходили Но каждый Точно знал Какая кому цена Как поэту И близость Между Чухонцевым Допустим Да Или Кушнером И Бродским Да Была намного Более Существенной Чем между Каким-то функционером Так что Не надо обращать На это внимание Просто Главные требования От себя От себя То есть Взыскание Судьбы Участи Лучших чувств Да вам спасибо А где-то все-таки Существует Вот это Вот Вот это место У нас В России Или может быть Даже В каких-то Более широких Пределах Где По гамбургскому Счету Можно Сверять Талант Сверять Дар То Насколько Ты вообще Вложился В него Я не знаю Честно говоря Есть какие-то Площадки Есть какие-то Авторитетные Издания Которым Можно в этом Смысле Доверять Я думаю Просто вот Что ты хочешь Если человек Хочет Публичности И Востребованности И так далее Это один Как бы Счет И тогда Действительно Надо знакомиться Ходить там Ну Промоушен делать У меня есть там Знакомые Которые вот С кем Не постречаются Ну Известным Человеком И начинают Домой ездить Так вот Ну как бы Курировать дружбу Да То есть Этим путем Но это И получается Именно то Чего это стоит А То что Взыскание Смысла Участи Судьбы Она Вещь Бескорыстная И Само К тебе Все Придет То есть Имеет Смысл Оставаться На том Месте Где Ты Рожден Никуда Не брыкаться Если сталкивает Тебя С известным Человеком Там это Если ты его Любишь Не надо Ну У меня Например Как бы Армейская Инстинкт Подальше от начальства Поближе к кухне Вот И чем больше Как бы Популярнее человек Тем больше Как бы Интуитивно Ну не хамлю А так вот Как бы Дистанцию держу Чтобы не подумали Что я Хотел бы Что-то от этого Поиметь Вот Но Инстинктивно Получается Что Люди встречаются Да Для вас Вот какие Площадки В этом смысле Имеют ценность Вот лично Для вас Где вы встречаетесь С теми Кто говорит На вашем языке Ну вот у меня Вот если Журнальный зал Там это Для меня Это Имеет смысл Вот сейчас Вот в мае В новом мире Была Публикация И там вот Олеся Журнальный зал Это интернет ресурс Мы об этом говорим Да Ну это интернет ресурс Это имеется ввиду Бумажный журнал Новый мир Ну все знают Да Вот у меня там Две публикации Было два года назад И месяц назад Вот И там вот этот контекст Что начинается там Это Олеся Николаева Там О Салтыкове Щедрине Документальная проза Дмитренко Несколько еще человек Вот И там стоит моя подборка Нормально Так это На шести страницах На стихотворении 15 И Мне это как бы Ну так естественно Да С другой стороны Знаете Был какой-то Разговор Если вот о песне Говорить Да Кто-то отказался выступать Какой-то А это кафе Там и все прочее А Галич Сказал А я согласен Выступать Хоть под забором Лишь бы меня слушали То есть Это Мне все равно Где Где быть Где выступать Это не промоушен Главное Вот это Живая душа Глаза Открытые уши Больше Ничего Потому что Выступал я и в колонном зале И там в театре Бог знает где Ну тогда последний вопрос Насколько Для вас Живая Насыщенная Смыслом Духом Площадка Грушинского фестиваля Вот то место Где А вот это как раз и есть Потому что Грушинский фестиваль Это Россия Вот она вот такая Вся есть То есть Есть как бы Люди Которые пришли Бухнуть Люди Которые Отдохнуть Купнуться Там Это Побыть Вместе Кто-то Пытается Двинуться Да Чуть выше Тут конкурс Есть Кто-то Очень хочет Выступить На горе А кто-то Ярмак от тщеславия Ну да А кто-то Делает все Чтобы только Туда не попасть Ну вот И так далее Это вот Зеркало страны Просто Это вот Если хочешь Узнать Россию Вот Приезжай На два дня Нарушите фестиваль И ты все Про нее поймешь И какая Из Вот этих сторон Российской жизни Которая разворачивается Здесь у нас В миниатюре Вам ближе всего Вот то место Где я сейчас Нахожусь Ребята Спасибо Что вы Терпеливо Без всякой музыки Выслушали Побыли Со мной Это несколько Спасибо дорогие Я вижу Что нас там Тянется рука Есть вопросы С Андреем Монпилом Вы сможете поговорить И за пределами Образовательного часа Я благодарю Нашего гостя За эту Невероятную беседу И хочу Проанонсировать Завтрашнюю встречу Завтра Последний день Фестиваля В образовательном часе Ольга Качанова И мы Будем говорить Вот об этом Балансе Между балаганом И диалогом Которые разворачиваются В том числе И на площадках Грушинского фестиваля Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому